Давай заглянем. Это мы там были, а это спорт есть молодость. Живопись, графика, скульптура. В зале идет оформление экспозиции, но заглянуть можно, пишут. Заглянуть говорят можно. Давай, быстренько, потому что и мы подустали, и у Юли еще продолжение банкета рок-клуба она пойдет открывать на открытие. А чего вы мяч привязали? Не доверяете нам? Не доверяете? Что ж так не доверять? Ой, какая она шума красивая. Вот такая красивая картина написана, я имею в виду красную. Да. Покрасная даже, да? Такая жизнерадостная красная. Это все один и тот же человек. Как он прямо натуралистично пишет, мне кажется, не украшая даже. Можно было бы немножко зафотошопить. Нет, я бы не дала ему писать свой портрет. Очень реалистично. Как интересно, из проволочек нарезанных как будто приклеили к глиняным, наверное. Вначале слепили из глины, потом приклеили проволочки. Вот такая современная тема. Тема современная, три грации. Три грации, да. Ну, такая маленькая себе экспозиция. Мячики футбольные. Вот эти разные, видимо, баскетбольные. Ага. Они такие вот. Из этого прута, такого, этого стенного. Вот чьи-то, чьи-то кеды, кроссовки. Красивые. Это тоже произведение искусства. А я вчера столько таких произведений искусства на помойку выкинула дома. Своих изношенных кроссовочек. А это, оказывается, искусство. Буду вспоминать фильм, о чём говорят мужчины, первые не смотрели. Нет. Посмотрите обязательно, очень весёлые. Да? Едут и приезжают на выставку современного искусства. И как раз тоже комментируют. Я сын куски. Хорошо. Два треугольника красных зубов. А я бы думала, что это такое действительно два треугольника красных зубов. Вы меня вспомните, я пришла с тобой. Хорошо. Так, а там вот как бы не пускают. Не просто заглянуть. Я просто посмотреть. Какие мышцы. На спине. Да. На животе, наверное, кубики. Я думаю, что в обзоре мы поняли, что это есть. Ну, как-то так, да. Теперь о спорте мы знаем всё, Юля. Да? Об искусстве. Пошли пешком. Есть ещё порох в пороховницах. И заодно тут как бы экспозицию небольшую посмотреть. Заодно. Я уже в последнее время так хорошо, если выбираюсь, то на целый день. Я же хотела рассказать ещё. Это автопортреты. Ага. Макро-регион северо-запад форум. Вот их и привели на выставку далее. А здесь у нас что такое? На третьем, на первом. Мы всё-таки пытаемся найти место ресторана или кафе. Ой, да, красиво. Какое оно разнообразное. Это современное искусство. Что мы только сегодня не успели посмотреть. Да. Вот это красиво, очень, правда? Очень. Я даже смотрю, думаю, надо вот такое. Сфотографируй, пожалуйста. Я поставлю себе на рабочий экран. Здесь много чего я бы хотела поставить на рабочий экран. Я по настроению меняю. Долго не меняла. А теперь думаю, зачем это одно и то же привыкать не надо. Нужны перемены. Ой, какая красота. И мне тоже. Ты видишь, как это сделано? Тут они прямо процарапывали, да? Как будто. Пройдём тогда быстренько, ладно? Давай, давай. Вот такие мы очень любили измельяем. Все очень красиво. Просто так, подряд что-то. Пересаживайте лица. Это тихий, да? Да. Тема небес, полёта, птичек, сияние жизни. Выставка сияния жизни. Фотография Акиры Утиямы. Акира Утияма. Фотография Акира Утияма раскрывают для зрителя бесчисленными искрами прекрасного. У него необыкновенно развито чувство красивого момента. Удивительно, как он умеет увидеть неповторимую композицию и раскрыть то, что спрятано в неуловимой доле секунды. Фотография Акира Утияма. Точно. Ой, какая потрясающая фотография. Очень рада. Завораживает. Завораживает, да. Ресторана тут, конечно, нет, но зато мы как-то, соответственно, нашли. Но они же обещают, что на третьем этаже есть ресторан. А здесь некуда идти. Где же выход-то? Кафе. Третий этаж. Ну, пошли. Ресторан вниз. В кафе туда. Пошли к постоянной экспозиции. Но мы же там уже вроде были или нет? Была там дверка. Это вот не туда? Вот это вот. Что там такое? Так вот. Витуалер через третий этаж закрыт, ввиду проведения мероприятий. А, не пускают. Все, тогда нам на первый этаж. Только так. Да, видимо, кафе закрыто. Так вот, что мы ждем. А они везли суп-то зачем тогда с утра-то? Ну, вот, наверное, еду. А, ресторан, но еду и в кафе везли. Да, дальше мы уже, наверное, не усилим. Да. Ну, давай забежим хоть в какое-то питательное заведение. Посмотрим, как оно у них здесь устроено. Да, ну, мы поздравляем. Вот, действительно, очень приятно получилось. Такое интересное. И мне понравилось. Еще раз тебе спасибо за приглашение сюда. Вот прямо ты для меня открываешь Петербург. Я видна. Ну, вот есть места, которых слышала, давно хотела сходить. Я сама не купала. Достаточно это далеко. А, так ты здесь тоже первый раз, да? А, понятно. Я слышала, что здесь были интересные выставки, но как-то... Не надо стараться делать хорошую живопись. Надо посредством живописи стараться выяснить то, что непонятно в жизни. Елена Фигурина. Так, там мы были. Там спорт. Выставочное крыло. Ну, пошли, попробуем. Куда-то мы с тобой проникли. Можно ли сюда или нет. Интересно, что с тобой разница. Да. Пытаемся открыть закрытые двери. По звукам там есть ресторан или кафе. Но мне кажется... Кафе, сцена, гардероб. Ну, это там точно. Будем заглядывать, нет? Давай. А что тут такое? Сделайте селфи. Это тоже картина, как бы. Они нас... Обманывают. Они обманывают. Мы только заглянуть. Не для простых. Это не для простых. Это не для простых. Можно посмотреть? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? А у вас закрыты сегодня для расчета? А, закрыты. Это будет закрытые у них, наверное. Что ж, у меня-то не там? А у нас нету бейджиков. Да? Очень жалко. Можно нарисовать? Тогда пошли... Тогда пошли туда, где разрешают питаться простым смертным. Вот сами ищем. Там закрыто на спецобслуживание. А ресторан... На первом этаже. Значит, я на простых. А там тоже будет? Да, вот так вот. Мы прошли отсюда. Да. Спасибо.